Магадан Я хотел бы сегодняшний брифинг, конечно, начать с эпидемиологической обстановки в городе Магадане. И за прошедшую неделю, с 9 по сегодняшнее число, протестировано в Магаданской области, ну, конечно, в основном это город Магадан, 4206 человек. Из них 1110 протестировал Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области и Центр СПИД 3096 человек. 130 человек заболевших за прошлую неделю по данным Центра СПИД и 34 человека по данным Центра гигиены и эпидемиологии. Всего 164 человека. Это на самом деле цифра очень тревожная. Это говорит о том, что болезнь по Магадану и по Магаданской области все-таки идет по сценарию, который прописан эпидемиологами. На плата мы в Магаданской области еще ни на какое не вышли. Но, тем не менее, мы должны постепенно возвращаться к нормальной жизни, особенно город Магадан. Здесь действительно в числе заболевших 164 человека. В основном это люди, которые приехали работать на Усть-Средниканскую ГЭС. Они находятся локально в поселке. И сегодня вот в 12 часов 30 минут будет заседание оперативного штаба по COVID-19 при губернаторе. Мы все-таки будем ставить вопрос о послаблении некоторых мер по самоизоляции и переходу на следующий уровень по городу Магадану. Люди в Магадане расслабились. Я сегодня наблюдал за пятым автобусом. К сожалению, ни один человек в общественном транспорте, несмотря на требования водителей, не использовал маски. Это вызывает конфликты, скандалы, что мы не имеем права и так далее. Но к ответственности мы привлекать можем, но не хотим. Потому что это и процедура непростая, и портит, честно говоря, отношения с людьми тоже не хотим. Взываем исключительно к дисциплине и ответственности. Я отчитался перед депутатами. Это был мой пятый отчет. Перед этой думой был последний отчет. Не крайний, последний отчет. Потому что у нас назначены на 13 сентября, кстати говоря, вчерашним же решением Магаданской городской думы назначены выборы депутатов седьмого созыва на 13 сентября этого года. Поэтому, согласно действующему законодательству, следующий отчет будет делать новый руководитель города перед новым депутатским корпусом, который будет избран 13 сентября. По отчету состоялось несколько седаний комиссии. Было очень много вопросов, очень много критических замечаний. Но все это конструктивно, с пониманием. И вчера были вопросы. Конечно же, прежде всего, это вопрос, связанный с благоустройством города, дворовыми территориями, содержанием уличной дорожной сети. И были даны на все ответы. Я думаю, что если ситуация с бюджетом будет складываться вот так неплохо, как в этом году, это и 120 миллионов денежных средств по федеральной программе безопасной и качественной автомобильной дороги, и 100 на дворовые территории из бюджета особоэкономической зоны, то мы за 3-4 года существенно изменим ситуацию в дворовых территориях. Она действительно не то, что желает, оставляет желать лучшего. Она безобразная. Я вчера объезжал, вечером город был и на Колымской 12, там, по сути дела, двора нет. Вот тот двор, который мы сейчас делаем в рамках освоения денежных средств зоны, это по Карломаркс-11, там никогда не было дворовой территории, ни бордюров, ни асфальта, ничего. И таких дворов, к сожалению, очень-очень много. Все замечания взяты на контроль и будут реализовываться через проектные работы, соответствующие экспертизы и торги, но уже в следующем году. Все, что в этом году мы делаем, все уже отторгованы и находятся в работе. На этой неделе мы откроем еще 5 детских садов. 59-й, 63-й, 65-й, 39-й и 55-й детский сад. А 60-й детский сад мы, 66-й, вернее, детский сад закрываем при этом на капитальный ремонт. Там будут летом выполняться кровельные работы. Посещают детские сады порядка двух с половиной тысяч детей. Для этого периода времени как бы уже почти мы в нормативе идем, потому что многие все-таки уезжают в отпуска. Вчера я побывал на площади Северное Сияние. Вы знаете, как я отношусь к как-то вандализму и всего, что происходит в городе. Мы немало тратим средств на то, чтобы сделать город красивым, благоустроенным. Я, с сожалению, посмотрел на спортивную площадку в районе магазина Ковры на Карномар-62, где были просто уничтожены два баскетбольных щита. Сейчас мы, конечно, будем ставить новое. Это не случайное действие от меча там или от чего-то. Это просто были применены булыжники для того, чтобы разбить щиты. Такое же, кстати говоря, произошло событие и на Березино-7Б, где возле 15-й школы мы в том году с вами открывали гнев физкультурника. Я посмотрел, что происходит с площадью Северное Сияние, что все клумбы, которые были подготовлены к высадке цветов, все вытоптано. Мы будем несколько переформатировать эту площадь. Все, что было связано с кормлением голубей и мусора, это все уничтожено. То есть позиции, которые мы пытались отстоять, чтобы там все-таки было местом цивилизованного отдыха для граждан, этого не произошло. Поэтому мы сейчас будем переделывать наши газоны таким образом, чтобы не превращать их просто в площадку, вытоптанную детьми, людьми и теми, кто не соблюдает правила благоустройства. Я думаю, что это понравится. Архитекторы сейчас отработают вариант такого антивандального использования этих газонов. Ну и будем смотреть. Вчера прошла прямая линия у меня с магаданцами. Прошла она очень доброжелательно. Вопросы, как всегда, благоустройство, работа управляющих компаний. Кстати говоря, одну из управляющих компаний пришлось воспитывать сразу же, потому что не принимают наличные денежные средства в кассах управляющей компании. На самом деле у нас и почта работает в дистанционном режиме, там по 2-3 человека запускают, и Магадан электросеть принимает наличные деньги, и касса департамента образования принимает плату за содержание детей в детских садах. А вот управляющая компания, обслуживающая организация города Магадана, такой прием не вела. Вчера мы со всеми вещами разобрались, вот, и для удобства, и с тем, чтобы не платили люди комиссионные сберегательному банку, там или другим банкам, все-таки оплачивали платежи. Поступили вопросы, я сегодня объезжал эту территорию, транспортный, третий транспортный переулок, потом на улице Молодежной был, спортивный, авиационный, по несанкционированным свалкам. Да, к сожалению, это все продолжение вот той темы вандаризма и невоспитанности. Свалки мы в течение года ликвидируем, почти 6 тысяч кубических метров мы постоянно вывозим. Поэтому всем, кто сообщает о том, что там или там, значит, формируется эта несанкционированная свалка, нужно звонить на прямую линию мэрии или на сайт мэрии, мы даем задание административно-технической инспекции и тут же реагируем. Кстати говоря, так же, как и реагируем на выступление газеты «Магаданская правда» по территории рынка «Фрэш». Там было написано о том, что предприниматель устроил некую несанкционированную свалку, но он, кстати говоря, еще вывозит, но и много других точек, где нужно поработать административно-технической инспекцией, комбинату зеленого хозяйства и очистить территорию от мусора. Такое же поручение сегодня было и по базе ОРПС, которая находится сегодня в крайне неудовлетворительном санитарном состоянии. Тоже им будет выписано представление, чтобы они навели там порядок. На заседании Думы рассматривался вопрос по присвоению звания почетного гражданина города Магадана полковнику в отставке Ашику, герою Советского Союза, который бы сейчас 95 лет и который проживает в городе Санкт-Петербурге. Я желаю здоровья этому замечательному, сильному, мужественному человеку, дожившему до сегодняшних дней и являющимся образцом для подражания наших молодых людей, и тех, кто сегодня служит в рядах вооруженных сил, вообще каждого гражданина России. У нас в связи с этим пройдут торжественные мероприятия. 23 июня на нашей галерее почетных граждан города Магадана будет торжественное мероприятие. Мы откроем еще одно памятное место в связи с этим. Это и мемориальная доска на улице Пушкина 7 будет открыта. Там проживал Владимир Михайлович Ашик. И я думаю, что следующим шагом, конечно, нужно будет, тут кто будет в командировке из моих заместителей или в отпуске, с тем, чтобы обязательно побывали дома и вручили памятную ленту и памятный знак почетного гражданина города Магадана. Говоря о предстоящих мероприятиях, хочу сказать, что 22 июня у нас с вами День памяти и скорби. Мы возложим цветы у монумента «Узел памяти». И 22 июня у нас открытие третьего зала Музея боевой славы, где будут размещены артефакты времен Великой Отечественной войны, переданные студентами поискового отряда из города Калуги. И 23-го мы не забываем, что у нас день основания города Магадана, 91 год, в 29-м году, 23 июня, первопроходцы высадились здесь, в районе бухти Нагаева. Поэтому будет мероприятие, мы будем возлагать цветы памятнику первопроходцам, и это для города очень знаковое событие.